Вы уверены, что ваше тело идеально симметрично? Сюрприз! Даже некоторые парные органы у нас работают не одинаково и конкурируют за доминирование. Начнем с лица. Если вы увлекаетесь селфи, то, наверное, знаете свою лучшую сторону. А если нет, можно скачать специальное приложение, которое сфотографирует ваше лицо и разделит изображение на левую и правую части. Затем оно отразит изображение, создав два отдельных симметричных лица. Одно лицо покажет, как бы вы выглядели, если бы у вас была доминирующая и правая сторона, а другое, если левая. Обычно эти две фотографии не очень похожи на ваше настоящее лицо. Но одно из лиц похоже на вас чуть больше. Это то, которое основано на вашей доминирующей стороне. Некоторые разработчики приложений проанализировали изображение и предположили, что левая сторона лица большинства людей выражает эмоции более интенсивно. И это кажется более эстетичным. Но не волнуйтесь, есть много естественных массажных техник и упражнений, чтобы ваше лицо выглядело более симметричным. Сжатие губ в тугую букву О поможет сбалансировать лицевые мышцы. Или можно открыть глаза как можно шире, высунуть язык и приподнять брови. Это упражнение также помогает расслабить мышечные зажимы от чрезмерной болтовни и неправильного жевания. Хотите сделать линию подбородка более четкой и улучшить тонус голосовых связок? У йогов есть для этого упражнения. Они называют это джива мудра или поза льва. Широко откройте рот, поднимите язык и прижмите к твердому небу. Смотрите на кончик своего носа, пока вы расширяете рот. Во время этого упражнения старайтесь дышать только через нос. Постепенно вдыхать глубже и с каждым разом задерживать воздух дольше. Глаза тоже не работают в идеальной симметрии. Наш мозг отдает предпочтение глазу, который получает больше информации. Давайте определим ваш доминирующий глаз. Держите спину и голову прямо. Вытяните руки на уровне глаз. Сделайте перед собой руками треугольник и наведите его на объект на расстоянии. На часы, например. Закройте левый глаз. Если вы видите объект в центре треугольника, ваш правый глаз является доминирующим. Если объекта там нет, то доминирующий глаз — левый. Если объект не центрирован, независимо от того, какой глаз вы закрываете, у вас смешанное доминирование глаз. Забавно, правда? А вот еще один тест. Вытяните руку и сделайте круг большим и указательным пальцами. Выберите объект на стене. Откройте оба глаза и центрируйте этот объект внутри круга. Если один глаз доминирует, объект выйдет за пределы круга. Если объект двигается, когда вы закрываете правый глаз, то у вас доминирует правый глаз. И наоборот. Следующий тест поможет определить доминирующую бровь. Встаньте перед зеркалом. Попробуйте приподнять одну бровь, а затем попытайтесь приподнять другую. Наверное, одна из них контролируется лучше. Но не волнуйтесь, если вы не контролируете ни одну из них. Этот навык можно развить, если практиковаться перед зеркалом. Что касается рук, то вы наверняка знаете, какая рука у вас ведущая. Нигде на планете нет страны или сообщества, где левшей было бы больше. От 85 до 90% людей в мире правши, поэтому большинство инструментов, таких как ножницы или ножи, и даже книги, разработаны с учетом потребностей правшей. Исследования показали, что доминирующая сторона мозга определяет, какое ухо вы используете для телефона. Среди участников опроса, которые были правшами, 68% заявили, что держали телефоны у правого уха. В то время как 25% опрошенных использовали левое ухо. И только 7% не имели предпочтений. У левшей результат был иным. 72% использовали левое ухо. 23% использовали правое, а 5% использовали оба уха. С руками мы разобрались, но еще бывает доминирующая нога или ступня. Эта информация может быть полезной, если вы занимаетесь такими видами спорта, как танцы или сноубординг. Или делаете растяжку, чтобы сесть на продольный шпагат. Обычно у правшей доминирующей бывает правая нога. Конечно, есть и исключения. Можно проверить, какая из ваших ног доминирует. Зажмите ручку между большим и вторым пальцем правой ноги и попробуйте написать свое имя на листе бумаги. Ну или просто попытайтесь нарисовать круг. Затем попробуйте проделать то же самое левой ногой. Теперь сравните две картинки. Одна из них наверняка выглядит лучше. Итак, доминирующая нога – та, которая лучше пишет. Лишь у 1% людей руки и ноги доминируют в равной мере, и они могут одинаково хорошо ими пользоваться. Это состояние называется амбидекстрия. Можно попробовать развить этот навык с помощью разных методик. Доминирующая ноздря – это носовое отверстие, через которое мы дышим активнее. Ноздри незаметно меняются несколько раз в течение дня в зависимости от мозговой активности. Определить текущую доминирующую ноздрю можно с помощью довольно простого теста. Положите палец на правую ноздрю и зажмите ее. Затем медленно вдохните и выдохните только через левую ноздрю. Затем проделайте то же самое с другой ноздрю. Если вам легче дышать через правую ноздрю, значит в данный момент она более активна. Конечно, этот тест следует проводить только когда вы полностью здоровы, иначе результат будет неточным. Гибкость тела также может развиваться асимметрично, особенно если регулярно не делать упражнения на растяжку. Можете обхватить левую руку правой рукой за спиной. А как насчет противоположной позиции, когда левая рука тянется сверху, а правая снизу? Если вам это дается одинаково легко, поздравляем! Видимо, вы супергерой. Чтобы сбалансировать гибкость левой и правой сторон тела, можно постараться слишком долго не сидеть и не стоять в асимметричных позах. Постарайтесь сидеть с ровным позвоночником, ощущая во всей спине приятную вибрацию. Не опирайтесь на правый или левый локоть. Или можно регулярно выполнять упражнения на растяжку. Если вам нравится спать на боку, у вас, вероятно, есть любимая сторона. Мышечная память заставляет тело возвращаться в позу, в которой вы спите чаще всего. Так что если вы решите переучить себя спать на спине, вам предстоит пара некомфортных ночей. А если вам нравится спать в позе эмбриона и вы не хотите ничего менять, эксперты рекомендуют класть подушки между коленями и руками, чтобы свести напряжение к минимуму. Так что насчет ушей? Думаете, они у вас слышат одинаково хорошо? Это зависит от многих факторов. Вообще-то уши обрабатывают звук по-разному. Правое ухо лучше реагирует на речь и логику, а левое ориентировано на эмоциональное восприятие и музыку. Ученые связывают это с тем, что левое полушарие мозга обрабатывает в основном речь, а правое – творческие и эмоциональные сигналы, такие как музыка и другие виды искусства. Когда мужчина слышит женский голос, слуховая часть его мозга активизируется. То есть женская речь для мужского мозга звучит почти как музыка. Но когда мужской мозг слышит мужской голос, он использует часть мозга, отвечающую за обработку речи. Этот феномен можно объяснить тем, что женский голос сложнее мужского. Голосовые связки и гортань женщин и мужчин имеют разные размеры и формы. Кроме того, женщины, как правило, имеют большую мелодичность голоса, что приводит к более богатому диапазону звуковых частот. Если у вас нет специального оборудования, но вы хотите это проверить, попробуйте отследить ощущения в ушах и мозге во время прослушивания музыки. Затем послушайте мужской голос и почувствуйте разницу в ощущениях. А потом послушайте мелодичный женский голос. Ну что, больше похоже на музыку или на речь? И, наконец, сердце является доминирующим органом тела круглосуточно. Это единственная мышца, которая никогда не устает и не отдыхает, поэтому имеет смысл относиться к ней бережно. Посмотрите на себя в зеркало. Рассмотрите свои глаза. Видите маленькую складку тканей во внутреннем уголке обоих глаз? Когда-то это было третье веко или мигательная перепонка. Сегодня третье веко можно увидеть, например, у змей или ящериц. Оно используется для тех же целей, что и два других. Неизвестно, было ли оно когда-то полноценно развито у человека. Если да, то это веко, не такое толстое, как два других, могло увлажнять глаз, не мешая обзору. Сейчас от него осталась лишь крошечная складка в уголке глаза. А в будущем, скорее всего, мы вообще ее лишимся. И, возможно, мы, наконец, перестанем просыпаться с неприятной корочкой, которая образуется в уголках глаз за ночь. Теперь, оставаясь перед зеркалом, посмотрите ниже, ниже и еще ниже. Да, это пальцы ног. Скажите им привет и до свидания. Ученые считают, что в будущем мы полностью избавимся от пальцев ног. Нашим предкам, древним приматам, пальцы ног были нужны, чтобы эффективнее лазать по деревьям. Они использовали и руки, и ноги, чтобы ухватиться за ветви. Сегодня это можно увидеть у большинства обезьян. У них более длинные и гибкие пальцы, а также гибкие ступни, которые позволяют цепляться за ветки. Подвижные ступни также позволяют им поднимать предметы с земли. Для нас, людей, поднять пальцами ног ручку, которую мы уронили на пол, сложная задача. В отличие от наших родственников-приматов. Человек развивался по другому пути. Мы начали ходить вертикально и слезли с деревьев, что сделало жесткие стопы и укороченные пальцы ног более подходящими. Сегодня мы по-прежнему используем пальцы ног, перенося баланс тела с мыска на пятку. Но теперь наш баланс гораздо больше центрирован. Сначала он сместился к внутренней стороне стопы, в результате чего наши мизинцы стали такими маленькими, а большие пальцы такими, ну, большими. Однако по мере того, как баланс смещается от пальцев ног, возрастает вероятность, что в будущем они срастутся. Теперь развернитесь и посмотрите на свой надежный тыл. Если вы когда-нибудь падали со скейтборда или поскальзывались на льду, вы должны помнить, как это больно удариться копчиком о твердую поверхность. К счастью для нас, ученые предсказывают, что в ходе эволюции копчик исчезнет. Копчик или хвостовая кость – это особенность, которая тоже досталась нам от наших предков-приматов. И опять же, хвосты им были нужны, чтобы ловко перемещаться среди ветвей и прыгать с дерева на дерево. Трудно сказать, когда люди избавились от хвостов, но факт остается фактом. Единственное, что напоминает нам о славных деньках на деревьях – это бесполезная кость в нижней части спины. Ладно, вернемся к лицу. Откройте рот и скажите «А-а-а». Если вам повезло и у вас нет зубов мудрости, эволюция хорошо над вами поработала. Как вы, наверное, знаете, зубы – единственная часть человеческого тела, которая не восстанавливается. Поэтому, если вы теряли все зубы во времена, когда еще не было стоматологов, единственным выходом для вас было питаться жидкой пищей. Не круто. Ученые считают, что природа дала нам зубы мудрости, как замену старым изношенным зубам, которые были у нас с детства. Вот почему они вырастают так поздно. Сегодня, когда стоматология достигла такого прогресса, мы сохраняем все или большинство зубов до глубокой старости. И даже если мы теряем некоторые из них, мы всегда можем заменить их новыми. Таким образом, зубы мудрости становятся избыточными. И, похоже, они это понимают, поскольку все большему количеству людей не приходится иметь с ними дело во взрослом возрасте. Кстати, о зубах. Наша челюсть менялась на протяжении последних 10 тысяч лет. И, по прогнозам, в скором времени изменится еще больше. Это самое быстро меняющееся из всех частей тела. Когда первые люди жили за счет охоты и собирательства, им требовались массивные мощные челюсти и крупные зубы, чтобы пережевывать сырое мясо и перемалывать растения. Когда они научились готовить и освоили земледелие, пища стала менее жесткой, поэтому челюсти уменьшились, чтобы соответствовать текущим потребностям. Со временем челюсти становились все меньше, и, похоже, этот процесс не собирается останавливаться. С большим количеством обработанных продуктов, которые не нужно жевать, люди будущего, вероятно, получат более тонкие черты лица с изящными челюстями и гладкими скулами. Некоторые части тела не исчезают, а, наоборот, возвращаются. Сто лет назад фабела, крошечная косточка в задней части колена, была только у 11% людей. И ученые думали, что скоро она совсем исчезнет. Но, вопреки всему, маленькая храбрая косточка появилась в коленях у 39% современных людей. До сих пор точно неизвестно, почему вернулась фабела, но самая популярная версия связана с тем, что мы стали выше и тяжелее наших предков. Это действительно так. По мере того, как наша диета становилась лучше и питательнее, мы научились жить дольше и врастать выше. Сейчас мы, вероятно, находимся на пике своего эволюционного роста, и фабела, похоже, появилась в нашем теле, чтобы обеспечить гладкую поверхность для сухожилия под коленом. Таким образом, трение снижается, как и риск повреждения из-за износа. Ладно, вернемся к зеркалу. Немного напрягитесь. Отличные бицепсы. Но, к сожалению, не такие красивые, как у ваших древних предков. Не все в эволюции играет нам на руку. Это просто набор черт, которые лучше всего адаптировались. Так и с нашими мышцами. Со временем они стали меньше и слабее, особенно в верхней части тела. В древние времена людям требовались крупные и сильные мышцы, чтобы выполнять много физической работы. От охоты и переноски добычи до изготовления орудий труда и строительства убежищ. Какое-то время нагрузка не уменьшалась, а скорее наоборот. Земледелие и строительство сложных сооружений требовали физической силы и выносливости. Но с техническим прогрессом на смену физической силе пришла умственная, и машины стали делать за нас много работ. В большинстве случаев справляясь даже лучше. Мы перешли к малоподвижному образу жизни и проводим все больше времени за компьютером. Наши мышцы уменьшаются, потому что они нам больше не нужны. Вполне вероятно, что по мере дальнейшего развития прогресса мы будем становиться все более стройными и с большим трудом набирать мышечную массу. Наш мозг представляет особый интерес, потому что он менялся по странной схеме. Наши далекие предки имели довольно маленький мозг, но близкие родственники людей, неандертальцы, получили мозг большего размера, чем у среднего современного человека. В ходе эволюции человеческий мозг увеличивался, но в последние столетия он начал уменьшаться, и никто точно не знает, почему. Некоторые эксперты говорят, что это может быть связано с изменением образа жизни и социальных связей. Ранние люди, особенно охотники-собиратели, должны были помнить все растения и животных, в которых видели их свойства и особенности. Они были более универсальны, им приходилось учиться всему, что знали их родители, и узнавать больше самостоятельно. Современный человек специализируется в определенной области, углубляясь в какой-то узкий предмет, а в остальном полагается на коллег. Если древние люди работали в группах, где каждый мог заменить другого, то мы собираемся в команды, где каждый участник имеет свою конкретную задачу и незаменим. А еще размер мозга, похоже, не настолько уж важен, потому что, например, у косаток и слонов мозг больше, чем у нас, что не делает их более умными? А более счастливыми? Думаю, да. А теперь попробуем заглянуть на несколько тысячелетий в будущее. Возможно, мы сможем развить некоторые невероятные черты. Есть теория, что при сохранении тенденции к повышению уровня моря люди смогут приспособиться к жизни в воде. У нас могут появиться перепончатые руки и ноги, чтобы лучше плавать, и жабры, чтобы дышать под водой. А если мы отправимся в космос и начнем колонизировать другие планеты, нам придется адаптироваться к их условиям. На Марсе, например, более низкая гравитация и гораздо более холодный климат. Это сделает людей выше и легче, а также заставит их отращивать больше волос на теле, чтобы сохранить тепло. Планеты с более сильной гравитацией и высокой температурой, наоборот, превратят людей в коренастых, крепких и, скорее всего, безволосых существ. Возможности бесконечны. А может, благодаря соцсетям мы превратимся в маленькие кляксы с большими глазами и длинными пальцами, чтобы ничто не мешало переписываться? Хм, нет, я против. Ваше тело светится! Оно излучает свет, который становится интенсивнее в 3-4 часа дня. Плохие новости – это свечение в тысячу раз слабее, чем то, что мы можем увидеть. Люди – единственные существа на планете, у которых есть подбородок. Его нет даже у наших ближайших генетических собратьев – шимпанзе и горилл. Их нижняя челюсть расположена под углом относительно передних зубов. Ученые так и не раскрыли эту тайну. Мнения о том, зачем нам подбородок, разнятся. Кто-то думает, что он нужен, чтобы лучше пережевывать еду, другие – чтобы удобнее было разговаривать. Ну а кто-то просто отращивает на нем бородку. В человеческом теле больше всего кислорода – около 65%, но есть еще литий, кобальт, золото и уран. И реже всего встречается радий. В среднем человек зевает около 20 раз в день. Обычно это происходит спонтанно, например, если вы устали. А еще зевота заразна. Ученые называют это подражательным рефлексом. Если животные копируют друг друга, значит движения кажутся им полезными, поэтому они их и повторяют. То же самое происходит с нами, когда кто-то скрещивает ноги, смеется, улыбается или зевает. Желудочный сок растворяет еду и превращает ее в частички, которые легко перевариваются. Он также уничтожает опасные патогены и болезнетворные микробы. Желудочный сок может растворить даже кости и металл. Но не спешите обедать баночками из-под пепси. Вряд ли это хорошо закончится. В мозге более 86 миллиардов нервных клеток, которые соединены между собой 100 триллионами нервных окончаний. Это больше, чем звезд в Млечном Пути. Древние римляне считали, что напряженные бицепсы похожи на мышей. Именно поэтому слово «мускул» с латинского переводится как «маленькая мышка». Левое легкое меньше правого, потому что оно расположено рядом с сердцем. Раньше считалось, что человек может распознавать примерно 10 тысяч запахов. Но современные исследования доказали, что мы различаем около триллиона. У миллениалов, тех, кто родился между 1981 и 1996 годами, память хуже, чем у пожилых людей. А все из-за того, что они постоянно испытывают стресс. Ребят, расслабьтесь. Некоторые исследователи считают, что узоры на кончиках пальцев помогают лучше держать предметы. Но есть и другое объяснение. Они позволяют воде стекать, а кожа растягиваться, чтобы она не повредилась. А еще есть теория, что отпечатки повышают тактильную чувствительность. Горячий кофе вкуснее холодного. В целом вкусовые рецепторы более чувствительны к пище, температура которой выше комнатной. Но горячий кофе не кажется слишком горьким, потому что рецепторы, которые определяют горький вкус, более чувствительны, когда напиток холодный. Самая большая молекула человеческого тела – хромосома 1. В клетке нашего организма 23 пары хромосом, и каждая хромосома 1 состоит из 10 миллиардов атомов. За один раз вы вдыхаете 25 секстиллионов молекул. Это 21,0 после цифры 25. Если идти быстрее, чем обычно, вы можете захотеть перейти на бег. Организму нужно ощущение стабильности, так что вы либо идете, либо бежите. Согласно одной из теорий, при быстрой ходьбе мы тратим больше энергии, чем при беге, поэтому таким образом наше тело стремится ее сэкономить. Ваш мизинец мощнее, чем кажется. Без него ладонь потеряла бы большую часть своей силы. Указательные и средние пальцы, вместе с большим, помогают брать и сжимать предметы. А мизинец и безымянный палец отвечают за силу сжатия. Больше всего жира в организме содержит мозг. Минимум 60% своего сухого веса. Из-за этого его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В мозге содержится примерно 25% общего количества холестерина, который очень важен для его нормальной работы. Кости в 4 раза прочнее бетона. Самая сильная кость в теле – бедренная. Она выдерживает вес примерно в 30 раз превышающий вес взрослого человека. А самое интересное – наши кости состоят из композитного материала, поэтому они одновременно твердые и эластичные. Ногти на руках растут в 2 раза быстрее, чем на ногах. Чтобы вырасти на 2,5 см, ногтям на ногах нужно 15,5 месяцев, а на руках они вырастут всего за 7. Эпидермис на ступнях толще, чем на других частях тела. У сердца своя собственная электрическая система снабжения, поэтому оно будет биться даже вне тела. Длины наших сосудов хватит, чтобы дважды обогнуть Землю по экватору. На самом деле мы не используем мозг только на 10%. Мы используем его почти на все 100. Иначе вам бы даже не удалось выпить чашечку кофе. Мозг больше, чем на 70% состоит из воды и нуждается в 20% запасов кислорода в организме. Средняя продолжительность жизни одной волосинки на брови – 4 месяца. В теле человека, который весит 50 кг, содержится 40 столовых ложек соли. Если бы из мозга убрали все извилины и разгладили его, он был бы размером с наволочку. В нашем черепе не так много места, поэтому когда мозг растет, его складки накладываются друг на друга. Только не вздумайте превратить свой мозг в наволочку. 40% жизни мы проводим с закрытыми глазами в основном во сне. А если посчитать моргание и время в машине? За всю жизнь человек вырабатывает 40 220 литров слюны. Этого хватит, чтобы заполнить 500 ванн. Неплохо! Наиболее активно кровь циркулирует не в сердце и даже не в мозге, а в почках. Сложно представить, насколько мал атом. Но представьте, наше тело состоит из 7 актиллионов атомов, похожих на семерку, за которой гонится толпа нулей. На кровь приходится 7-8% веса взрослого человека. Кровь на 55% состоит из плазмы. Остальное – это красные и белые кровяные тельца и тромбоциты. Они сгущают кровь и предотвращают кровотечение. Нельзя глотать и дышать одновременно. И еда, и воздух сначала проходят по одному и тому же пути в горле. Только ниже этот проход разделяется на пищевод – для еды и напитков, и трахею – для воздуха. При глотании трахея автоматически закрывается. Это помогает случайно не вдохнуть пищу. Но иногда такое все же случается. Еда попадает из желудка в тонкий кишечник через 6-8 часов. А все потому, что организму нужно время, чтобы получить из нее питательные вещества. На языке нет отдельных вкусовых зон – это миф. Все вкусовые рецепторы различают 5 вкусов, хотя некоторые из них более чувствительны, чем другие. Люди – единственные существа на планете, которые могут заставить себя не спать. Но не забывайте, что лучше таким не увлекаться.